Вести Хакасия на канале Россия 24 в студии Елена Крылова. Здравствуйте. Разбойное нападение в Абакане. Накануне полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать банк, если ему не дадут денег. Сотрудники финансовой организации вызвали силовиков. Территорию вокруг здания цепили, проезжую часть закрыли для движения. После обследования места происшествия саперы установили, что в коробке из-под обуви находится муляж взрывного устройства. Оно представляло собой кирпич с проводами. Также рядом полицейские нашли письмо со следующим содержанием. В коробке бомба без глупостей. Если через минуту я не выйду отсюда с деньгами, весь дом взлетит на воздух. Кроме того, стало известно, что перед тем, как появилась условная бомба, банк пытался ограбить неизвестный мужчина. Он, угрожая менеджеру предметом, похожим на пистолет, пытался забрать деньги. Все происходящее увидела кассира и успела нажать тревожную кнопку. Преступник сбежал, оставив муляж взрывного устройства. Мужчина уже задержан. Им оказался 36-летний клиент банка, который в прошлом году получал здесь кредит. В этом году он вновь планировал взять в суд, но ему отказали. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Его задержали сразу, это вот благодаря именно оперативности, расторопности сотрудников банка, ну и профессионализму сотрудников полиции. Вообще в республике Хакасия такой случай, ну, наверное, за 10 лет это впервые, это однозначно. Коммунальщики испытали одну из двух передвижных котельных, которые в этом году поступили в Хакасию. Напомним, такое оборудование позволит зимой в случае ЧАЭС подключить к теплу несколько многоэтажек. Учения прошли в Баграде. Репортаж Алексея Баинова. По легенде учений, в котельной Баградской школы-интерната поврежден силовой кабель. Резервного электропитания нет. В результате без тепла остались сотни жителей села и административное здание. После обследования становится ясно, что быстро провести ремонт не удастся. В Минрегионразвитие принято решение направить в Баград передвижную котельную. Она прибыла на место аварии меньше, чем через полтора часа. За это время работники Баградского филиала «Хакрестводоканала» провели коммуникации по присоединению модульной котельной. Причем все работы не в режиме учений, а по-настоящему. Запустить котельную не в холостую, а подцепить абонентов. Абонентов, которые мы выбрали сейчас на данный момент, социально значимые, это школа-интернат, администрация и часть жилого фонда. Эта передвижная котельная выдает 1,2 мегаватта мощности. Здесь установлены итальянские котлы, работающие на дизельном топливе, немецкое сетевое оборудование и системы автоматики. Она вполне может сутками отапливать жилые дома и социальные объекты. В ней установлен еще дополнительный дизель-генератор, то есть она может работать без внешнего источника электроснабжения. Вместе с дизель-генератором, если нет возможности подключиться к внешним источникам, это порядка 120 литров топлива в час. «Хакасия» закупила две таких котельных. Вторая, более мощная, сейчас проходит испытание и в скором времени войдет в строй. Общая сумма покупки около 11 миллионов рублей. По мнению специалистов, сейчас важно пройти все этапы тренировок и разработать алгоритм действий. Мы будем четко понимать, что в случае какой-то честной ситуации именно на теплоисточнике, мы сможем оперативно в течение двух-трех часов подвести модульную котельную и переключиться на ее работу, пока будет восстанавливаться основное оборудование котельной. Опыт применения таких модульных котельных есть во многих регионах Сибири. В случае любой аварийной ситуации они продолжают отопление объектов до устранения причин поломки. А с помощью лишь двух таких передвижек можно заменить практически каждую из 150 котельных «Хакасии». С 1 июля в «Хакасии» подорожает электроэнергия. Рост составит примерно 15%. Но при этом в «Хакасии» тариф по-прежнему останется одним из самых низких по стране. Так, цена киловатт-часа для жителей домов, оборудованных электроплитами, и для проживающих в сельской местности составит 1 рубль 13 копеек. Для тех, у кого нет электроплит – 1 рубль 61 копейка. Памятный день отмечался в минувшую субботу в России. 22 июня официально считается Днем памяти и скорби. У Вечного огня в Абакане традиционно собрались ветераны, труженики тыла, а также все те, кто не забыл, что значит эта дата для нашей страны. Репортаж Натальи Гармашовой. Горожане с зонтами потихоньку подтягиваются к мемориалу боевой славы. И взрослые, и дети в руках белые воздушные шары, как светлые моменты ночи в канун 22 июня 41-го, самой короткой в году. Ночь выпускных балов – ночи, которая укоротила жизни многим миллионам человек. Люди, покуда сердца стучатся, помните. Какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Хотя бы несколько строк из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского помнит, пожалуй, каждый. Они – отголоски тех далеких страшных дней. В полдень 22 июня по радио прозвучало сообщение. В 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну. Тут же была объявлена мобилизация всех военнообязанных. Собрали 300 человек в школу в одну, на втором Уринске. И мы одели самое все. И занимались раскопкой. Вот как сейчас, где авария, значит, дома там рушатся. А мы вот после этого бомбежки. По словам ветерана, вспоминать страшные годы блокады Ленинграда без слез невозможно. Но были и светлые моменты. В один из дней удалось спасти из-под разрушенной многоэтажки бабушку. Только благодаря кошке. Она выбралась на поверхность по печной трубе. Бригада Марии Арсеньевны вовремя подоспела на помощь. Позже воинская часть направила Марию Галушко на фронт. Ремонтировали разрушенные дороги и мосты. Михаил Михайлов войну встретил в Красноярском крае. В 41-м ему было всего 13 лет. Мы еще дети были, понимаешь, мы не знали, что такое война, понимаешь, знали, что гражданская война и прочее. А когда узнали, что война это у нас, это было страшно. Сам Михаил Николаевич, повзрослев, тоже попал на фронт в 44-м. Войну закончил в Эстонии. Я пожелал бы всем, 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 не дай бог войны. Традиционное возложение цветов к вечному огню. Ветераны не спешат покидать площадь. Еще на минуту задерживаются, чтобы постоять, подумать. Но жизнь продолжается. Звуки десятков колокольчиков развеяли тяжелые воспоминания. В знак мира и покоя в небо летят белые шары. Ровно 72. Именно столько прошло с начала Великой Отечественной. В Хакасе еще одна партия определилась с кандидатами на сентябрьские выборы. В минувшую субботу прошла конференция в «Справедливой России». Так, за губернаторский пост будет бороться председатель Хакасского регионального отделения Николай Дудко. В партийном списке кандидатов на депутатские кресла утверждены 64 человека. Одномандатников Верховный Совет 14. В конце июня депутаты Госдумы планируют принять в третьем чтении антипиратский закон, но прежде он будет подкорректирован. В окончательной редакции законотворцы предусмотрели механизм блокирования только тех сайтов, которые незаконно размещают фильмы. Напомним, в первой версии речь шла и о музыке. Парламентарии предлагают позволить обладателям авторских прав на фильмы по суду блокировать сайты, которые нелегально размещают видеопродукцию. Все это займет около недели. Смотреть и скачивать фильмы можно будет только в официальных онлайн кинотеатрах. Осенью депутаты планируют вернуться к другим сферам культуры, которые тоже страдают от пиратских посягательств. В частности, речь может идти и о музыке. Да мне все равно вообще. Я любитель походить в кинотеатры все равно. А лицензионы? Ну, блин, мне это, моему бюджету-то ущерб не будет. Ну, я считаю, что это нужно сделать. Вы покупаете и показываете детям. Да, как-то все равно, что он есть, что его нету. Все равно будут скачивать так же. Ну, это, мне кажется, не остановить уже. Жесткие наказания очень я считал в этом законе. До трех лет, пяти лет могут посадить за одну незаконную песню. Я считаю, что это чересчур. Сделали бы, может, наказания поменьше и как-то народ более мотивировал. Ни прохлада, ни дождь не испортили настроение бейцам, которые в минувшее воскресенье отметили очередной районный день рождения. Кроме спортивной и концертной программы, лучшим труженикам были вручены награды районного и республиканского уровня. Подробности в следующем материале. Праздник начался с конно-спортивных состязаний, так как в истории Бейского района немало достойных страниц, связанных с этим видом спорта. В программе заезды троек, рысаков и скачки беспородных лошадей. Мы в прошлом году возродили этот вид спорта, а сегодня участвуют в этом виде спорта практически все фермеры, то есть кони нашего района. Это популяризация конно-спортивная, это популяризация разведения скота, и вообще это праздник для души. Все заезды были призовыми. Примей составили от полутора до пяти тысяч рублей, а победителю в категории троек вручили цветной телевизор. На самом празднике каждая из сел готовила свою презентацию. Сабинский сельсовет построил стилизованную избу начала прошлого века. Здесь старинные фотографии, утвары, одежда и другие исторические экспонаты. А возле казачьего плетня нам показали чудеса владения шашкой. Многонациональный район мог похвастать узбекской, кавказской, еврейской кухней. И кроме традиционных блюд готовили довольно экзотические, а вернее уже почти забытые. Хакасский шашлык из бараньей печени, в рубашке из внутреннего жира. Никакого маринада. Лук, соль, перец. Вот в таком виде. Видите, в таком виде получается. Потом мы ложим вот это самое барбекюшницу вот сюда. Ну, один такой. Вот так. Вот так барбекюшницу. И как шашлыки, жаримая самая, мангали. Исполняющий обязанности главы Хакассии Виктор Зимин поздравил бейцев с праздниками, днём района, окончанием посевной и святой троицы. Он отметил работников всех отраслей производства. Но отдельная благодарность аграриям. В прошлом году, несмотря на засуху, сельчане Бейского района добились самых высоких результатов в республике. Вот за это вам низкий поклон. Благодаря вам республика пережила эту тяжёлую засуху. Ни одного килограмма или центнера с другой территории не было завезено в республику. И ни один рубль с республики не вышел за её территорию. Виктор Зимин вручил лучшим труженикам награды. Главными из них стали золотые именные часы. И несмотря на непогоду, празднование продолжилось выступлениями районных самодеятельных коллективов. Елена Крылова, Алексей Баинов, Алексей Голубев. Вести Хакассия. Напоминаю, что новости нашей телекомпании вы также можете смотреть и в интернете. Адрес официального сайта вести.дефисхакассия.рф На этом у меня всё. Берегите себя.